Мне 45 лет и первый раз меня собрали на округлый стол и именно хотят сгенерировать определенные идеи, которые донесут до нашего губернатора Алексея Юрьевича. А идеи у бывшего сотрудника МВД связаны с будущим, с детьми. Алексей Пальциков хочет больше кружков технического профиля для подрастающего поколения села Большое Нагаткино. На базе местной школы уже есть шахматы-клуб, свой школьный ансамбль и точка роста. О своем желании, чтобы местные мальчишки и девчонки занимались мототехникой и автомобилями, коренной житель села Алексей рассказал на стратегической сессии. Площадки, где собираются народные идеи для создания плана развития области на ближайшее десятилетие. Нам нужны 2-3 бокса, где-то по субботам, во внеурочные действия, чтобы дети по желанию приходили, кто-то мне ключ подаст, мы будем движки перебирать, правильно, сохраняем труда, все под камеры. И увидят другие дети, что можно своими руками сделать. И мы будем транслировать свои дети идеи не просто в селе Большой Нагаткино. Мы выйдем на российский уровень. Народные идеи на этот раз собирали в Селенинском районе. По правилам стратегических сессий каждый из участников может в любой момент поменять стол для обсуждения и уйти в другую команду. Но в самом начале важная процедура – знакомство. Как показала практика, одной из ключевых и самых дискутируемых тем любой стратсессии является демография. Поучаствовать в мозговом штурме к жителям Селенинского района присоединился глава региона. Он же идейный вдохновитель проекта движения «Вверх» Алексей Русских. А как мы можем стимулировать рождение детей, именно молодых родителей, 22-25 лет? Какие механизмы можно для этого использовать? Как считаете? Чтобы создавали семьи, не в 35 уже, а вот как раньше это было, 22 года парни разженились. Команда Алексея Русских предложила идею по увеличению количества квот на бесплатную процедуру ЭКО. Еще один проект – создание центра молодых родителей в селе, где более опытные мамы и папы будут делиться своими методами воспитания детей. Глава региона проголосовал за все инициативы. Но в своей работе я вижу, что обязательно можно как можно больше общаться именно не с министрами, не с правительством, а именно с жителями Ульяновской области. Потому что ты тогда попадаешь в их седу и понимаешь, что их сейчас волнует. Сегодня Ульяновская область очень волнует проблемой демографии. Мы ежегодно теряем 8-10 тысяч человек. На стратегической сессии в Большом Нагадкина в роли эксперта присутствовал и экс-губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Он похвалил участников, что они не побоялись взять ответственность принять участие в создании стратегии развития. Здесь главное начальное слово «успеха» – это команда. Если вы хотите быть успешным муниципалитетом, вы должны быть одной большой командой. Все равно, какой вы партии любите, какой вам лидер нравится. Партия у нас одна, Ульяновская область, наша замечательная страна Российской Федерации. И это главная партия. Говорили и про молодежь. Общее мнение большинства участников стратсессии, так называемые зумеры, люди, родившиеся в первую половину 2010-х годов, отрицают семейные ценности. Самая юная участница движения ВЕР, 20-летняя Арина, с точки зрения старшего поколения, не согласна. Семья нужна, но чуть позже. Я считаю, что молодежь сейчас должна, наоборот, найти свое место в жизни, полностью получить образование, найти работу, а только потом уже думать о создании семьи. Сама Арина в честь и демографии предлагает внедрить с 10-го класса в школах уроки полового воспитания. Рината Леулова, Юрий Ломатов, Уллправда ТВ, из Цельнинского района.